Слава Богу, братья и сестры, у нас еще одна с вами молитва в этот вечер. Может быть, еще у кого-то еще будут молитвы, но мы стоим еще перед одной молитвой, будем молиться за нужды. И я хотел бы вместе с вами прочитать несколько еще стихов из Божьего Слова. Первое место – это 11 глава «Деяния святых апостолов». С 19 стиха и ниже. «Между тем рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана прошли до Финникии и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипране и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух осем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. «Он, прибыв и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу». В свое время такая была ситуация, записана в истории Библии, что происходило. И когда мы читаем Деяния Святых Апостолов, были разные периоды времени, когда Дух Святой сошел на апостолов, на некоторых людей, христиан, а люди спасались, каялись тысячами, Дух Святой сходил. Но не всегда так было. Были время гонений, и во время гонений приходилось апостолам как-то изменять курс. Не всегда они проповедовали людям, язычникам. И вот даже и в этой ситуации, которую мы прочитали, написано, что когда вот было гонение, рассеялись от гонения после Стефана, и как-то положили в своем сердце никому не проповедовать. То есть не так все оказывается просто. Иногда замечаешь в нашей жизни, нам кажется, если Господь поспешенствует, нужно делать все, что может рука твоя. В какой-то мере так. Но иногда есть какие-то подсказки, что не нужно так делать. Нужно, знаете, где-то и остановиться, где-то и переждать. И в нашей жизни примерно что-то подобное происходит. Особенно в нашей христианской жизни есть время, когда при обильном нашем служении, при том, что у нас много есть родственников и друзей, мы иногда одиноки. Я не знаю, переживали ли вы, я думаю, что все-таки большинство христиан переживают такое одиночество. И я в свое время не раз это ощущал на своем сердце, когда у тебя столько много друзей, но одновременно ты одинок. Вот нехватка такого самого чего-то важного. И чего же все-таки не хватает? И оказывается, мы, как верующие люди, мы знаем, что всегда нужна вера. И так апостол Павел в 11 главе говорит, что нужна вера. Приходящий к Богу должен веровать. И ищущим он воздает. Слово «воздает» имеет другое содержание и другой смысл, потому что через веру человек приходит в общение с Богом. А когда человек имеет отношение с Богом, это совсем другое состояние. Человек в общении с Богом, он не чувствует одиночества. И в свое время даже Иисус Христос, говоря, что придет Дух Святой, придет Утешитель, Он вас сиротами не оставит. И знаете, казалось бы, почему такое слово употреблять – сиротами не оставить? И как я чуть-чуть назад сказал, что иногда у нас есть такое время – одиночество. И в тот момент, когда мы проходим для нас непонятный путь, знаете, Божье Слово тоже нам говорит, что в молитвах нужно бодрствовать. Иногда, казалось бы, молитва – это хорошее дело, хорошее служение, но оказывается, в молитве надо на самом деле очень сильно бодрствовать. Потому что, когда человек проходит какой-то процесс, когда он чувствует одиночество, знаете, плоть тут как тут. Она так и хочет, знаете, себя оправдать. Она не хочет на крест, ей не хочется, знаете, как-то проходить эти трудности. И знаете, такое самосожаление приходит. И в молитве ты уже начинаешь рассказывать Господу, ну, всю свою сущность. А кто тебя не досмотрел, кто тебя не увидел, кто тебя не заметил. И вот иногда замечаешь, когда, даже иногда и проповедники, можно очень ярко увидеть человека, который проповедует за кафедрой, что он говорит. Ты видишь, что он проходит даже. Это не то, что там плохое что-то, но ты видишь, что он проходит. Иногда так вот хочется человеку, ну, показать, что, ну, все-таки я лучше, чем кто-то. Обязательно в каком-то примере ты заметишь, ну, это выразится. Знаете, это наше состояние. А знаете, вот точно так и в молитве происходит. Когда мы что-то проходим, нам хочется Господу рассказать. Как однажды одна сестра молилась такой молитвой, Господи, если бы ты знал, что я знаю. И знаете, иногда нам кажется, что и Бог не знает то, что мы знаем. И вот хочется как бы оправдаться. Но в этот момент, дорогие мои, Церковь Божия, христиане, нужно пройти вот этот путь, пройти вот это состояние. А потому что в этом процессе рождается что-то большее, чем вера. Оказывается, апостолы и Евангелие говорит об этом. И вот в этом месте мы прочитали, что Варнава увидел Божью благодать. Оказывается, человек понимал эту благодать. Он знал, что собой представляет Божья благодать. И знаете, когда он пришел, увидел благодать, знаете, написано, и возрадовался. И как бы вот больше ничего и не сказал. Потому что все послания, все послания, и Акова, и Иоанна, Петра, и Иуда, и Павла, все послания, они больше как бы на таком увещевательном процесс такой апостолы передают. И знаете, а вот здесь уже как бы Варнава больше ничего и не добавляет. Он просто как бы заканчивает самую такую вот, самое большое, что он желает, держаться вот этой благодать. И апостол Павел в одном из мест своего труда, он говорит, «Я более всех потрудился, но, впрочем, не я, а благодать». Благодать со мной, благодать во мне. Что собой представляет благодать? И я хочу сегодня, дорогие мои, чтобы мы немножко поняли, о чем я хочу сегодня сказать, потому что встречаешься сегодня с христианами, встречаешься с братьями, с сестрами, люди проходят, очень многие христиане, вот это одиночество. Вера есть. Вера в Мессию, вера в Спасителя, вера в Прощение. Но люди одиноки. Нет вот этой благодати, которая бы перекрыла это одиночество, перешли бы в новую, знаете, вот эту волну. И в свое время, читая один из примеров, я приведу, это Давид, 50-й Псалом. Когда в свое время Давид согрешил, мы читаем эту историю в его жизни. И знаете, и в свое время Давид говорит такие интересные слова. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. Всесожжению не благоволишь». Интересный момент. Как определил Давид, что Господу жертва не угодна? Вот почем определить можно? Принес? Боже, что молчит. Принес, сгорело. И на этом все. Мы точно так сегодня приносим свои жертвы. Поем, молимся, проповедуем. И еще какие-то служения. Ну, где та оценка, что Бог принял и где Бог не принял? Почем определить, что Бог не принял? Ну, почему-то Давид говорит, я бы дал, но Господь не восхотел. И знаете, как-то обращаясь внимание на этот пример и на другие примеры, оказывается, есть какой-то секрет в этом. Есть одновременно и ответ. Почему-то есть жертва, и жертву легче дать. Говорит, я бы дал. Давид говорит, я бы дал, но ты не восхотел. Друзья, друзья, дорогие, в нашей жизни точно так. У нас есть много жертв. Мы приносим жертв. Мы поклоняемся Богу. Мы проходим на богослужение. Но зачастую, друзья, дорогие, мы эти жертвы даем, но нет ответной реакции. И в свое время два человека пришли к Богу, принесли жертву, Авель и Каин. И оказывается, и один принес, и второй принес. Но Господь заговорил Каин. Каин, грех у порога лежит. Ты господству над ним. Почем определил Каин? Оказывается, друзья, дорогие, есть что-то ценное, на которое мы сегодня должны обращать внимание. И вот когда мы читаем в этом же псалме, Давид, он дает и ответ. Возврати мне Духа Святого. Рада спасения возврати. Через какие-то ситуации, обстоятельства, через какой-то период времени теряется внутреннее состояние. Человек крещен Духом Святым, молясь Духом Святым, верой в Бога идет. Но, знаете, внутреннего огня нет. Нету радости. Знаете, мы держимся верою. И такой человек, он долго не может пройти. Он не сможет долго пронести эти жертвы. Рано или поздно человек потеряет дерзновение. А еще может быть худшее состояние. Человек привыкнее к служению. И в свое время даже Иисус Христос, даже в Ветхом Завете мы читаем, но я обращу внимание на Новый Завет, Иисус Христос прошел и обличал молитвенников. Те, которые постились два раза в неделю. Христос их обличал. И как-то было, возможно, и обидно тем людям, которые постятся, молятся. И знаете, и Христос проходит их обличать. Мы читаем в 58 главе Исаия, где написано о посте. Люди, которые постились, молились, они даже Богу какие-то слова говорили. Почему ты не видишь нас? Почему мы смираем души? Ты как бы не замечаешь. А Бог пророку говорит такие важные слова. А ты, говорит, громко взывай. Не удерживайся. Укажи народу на беззаконие. Есть причина. Служения есть, жертвы есть, посты есть, служения большие есть. Но есть что-то важное. Оказывается, что-то важное, потому что нету в сердце. Сердце не задействовано. А Бог принимает жертву сердца. Внешнее больше мы друг другу даем. Поем мы друг другу. Наши глаза видят, наши уши слышат. Иногда красиво. Иногда не очень нам так кажется. Иногда подходит, иногда не подходит. Но получается, Библия говорит, воспевая в сердцах вашего Господа. Оказывается, Господь обращает внимание на сердце. А знаете, а сердце не обманешь. А сердце дает ясные сигналы. Нету радости. Знаете, нету ее. Ты ее не можешь показать. Нету вдохновения. Как бы мы столько не молились. Как бы мы не громко не молились. Как бы мы долго не молились. Знаете, молчит сердце. И я вот хотел бы, дорогие мои, братья и сестры, имея разные периоды в нашей жизни, разные обстоятельства, друзья, дорогие, чтобы мы больше уединялись лично в молитву. Есть церковные молитвы. Хорошо, нужно. Знаете, когда уже есть молитва один на один с Господом. Знаете, и когда уже собираются люди. Знаете, дрова, полено на полено и огонь побольше. Но знаете, когда мы сходимся, и есть молитва. Вроде и оправдание есть в молитве. Но нет, как и пели песню, нет огня в молитве. Это говорит о том, что мы, возможно, проходим какие-то процессы. Может быть, какое-то согрешение есть. И мы как-то привыкли. Не обращаем на это внимания. Но я хотел бы пожелать и вам, и себе, чтобы мы в своих молитвах при лице Господа открывали. Господь примет жертву, когда будет сердце свободно. Когда мы вспомним о Иисусе Христе, который праведник, который в свое время нашел нас. Мы Бога не искали. Это точно. Мы Его не искали. Он нас нашел. Мы некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Это апостол, сказал Петр. И это так и есть. Друзья, мы в свое время были безбожники. Мы были, знаете, язычники. Мы были далекие от обетований Божьих. Но милость Божия через Иисуса Христа открылась в нас. Нам. Нашел Он нас. Кого-то раньше, кого-то позже. У кого-то маленькие грехи, у кого-то большие. Но Господь нас нашел. И вся слава только Иисусу Христу. Он достоин славы. И это правда. Но, знаете, оправдавшись верою, мы имеем мир с Господом. Через Господа Иисуса Христа. И, знаете, и мы этим хвалимся. И это нам, знаете, дает дорогу к благодати Божией. Но, знаете, в этой благодати Божией, оказывается, есть разные периоды, где Господь нас научает. Где нужно очень бодрствовать, следить за мотивами сердца. Следить. И в свое время эта благодать, она так, знаете, трудно давалась в свое время ученикам. Они, казалось бы, шли, видели чудеса, радовались. Но, знаете, пришло время, пришло время, Христос говорит, вы все рассеетесь. Казалось бы, кто говорит, я, все, может быть, но я не рассеюсь. И даже, смотрите, когда Христос, беседуя с учениками, уже в последний, знаете, тот вечер, а он говорит, что один из вас предаст меня. И те отвечали, не я ли, Господи, не я ли. Иуда тоже сказал, но он не назвал Иисуса Господом. Он говорит, рави. Он его всего лишь признал как учителя. И в свое время, даже чуть-чуть ниже, Христос спрашивает учеников, за кого меня люди почитают. И они говорят, кто-то за Еремию, Яна Крестителя, за Илью, кто-то одного из пророка почитает. А вы за кого меня почитаете? И Симон Петр говорит, ты, Христос, Сын Бога Живого. Оказывается, в этих словах что-то ценное увидел Иисус Христос. Друзья, и в свое время Иуда, он видел, но он так и не назвал Иисуса Господом. Он не признал Иисуса Господином в своей жизни. Для него всего лишь рави, учитель. И знаете, точно так и порой в нашей жизни много званых, но мало избранных. Пойти дальше путем веры, пойти дальше путем, знаете, вот этого одиночества, путем трудностей и переживаний, где закаляется наша вера, где Господь проверяет нас не просто на прочность, а вырабатывается характер Христов, вырабатывается там Божья благодать. Знаете, вот гонения пришли, сказали, уже не будем мы проповедовать. А в итоге, опять, знаете, куда скрыть? Как Еремий говорит, решил не пророчествовать, огонь в костях, не мог удержаться. Знаете, вот эти тоже самые люди, наполненные благодатью, решили не проповедовать. Но куда укрыться? Куда закрыть эту благодать? И знаете, написано, и когда начали они все-таки благовествовать, хоть некоторым людям, и была рука Господня написана. Друзья, дорогие, я бы сегодня желал в наших личных молитвах, в наших семейных молитвах держаться Божьей благодати. Если нет огня в сердце, если нет, знаете, радости спасения, есть какая-то причина. Нам хочется сразу жертвы. Друзья, дорогие, есть время, где можно остановиться. В свое время Бог через пророка Еремий говорит, остановитесь, остановитесь. Никто нас не требуя много жертв. Нет, Господь не восхотел, сердце молчит, нету радости, нет Духа Святого, нет наполнения в Духе Святом, нет любви к брату, к ближнему, нету этого. Господи, я не стану приносить жертв, я буду углубляться, я буду молиться, как в свое время сделал это Давид. Пусть Бог поможет, друзья, дорогие, прежде чем приносить жертвы, пребывать в Божьей благодати. А Божья благодать, она научающая, проводя нас через разные обстоятельства, и Господь нас сиротами не оставит. Не переживайте. Если Бог увел, Он и выведет. Если Господь что-то хочет больше от нас, Он нам и подскажет, Он нам и напомнит. Но не нужно терять веру, но дальше углубляясь, дальше молясь, дальше довираясь Духу Святому, Он что-то подскажет. В свое время Давид принес эти жертвы, и Богу стали угодны жертвы, но прошел процесс. Пришлось и каяться, пришлось и исповедаться, пришлось и плакать, пришлось и поститься. Разные есть периоды. Поэтому да поможет нам Бог, братья и сестры, держаться и веры, держаться и благодати Божьей. Будем мы сейчас молиться за нужды. Здесь есть нужда, церковь просит люди о покаянии, чтобы нам нужно помолиться за покаяние. Сестра просит. Есть еще одна нужда – поддержать в молитве брата Сергея в Господе из Бреста. Восемь детей. Сегодня умерла его жена, 56 лет, чтобы Господь утешил. Помолимся. Также просит помолиться за спасение семьи. И также за отъезд дочери. С мужем они будут куда-то уезжать, в какую-то другую, возможно, страну помолимся, чтобы Бог явил милость. И также есть благодарность Господу. Также сестра во Христе благодарит Бога, что Господь ведет ее семью, ведет, учит и человек понимает. Поэтому, дорогие мои, мы будем благодарить Бога и просить за эти нужды. И мы еще стоим, уже время как бы закончилось, но мы еще будем молиться, благодарить Бога за это время. А может в чем-то сердце, друзья, друзья, сегодня есть это одиночество. Вы чувствуете, что вы одиноки. Вы чувствуете, что нету силы. Друзья, друзья, мы имеем право молиться друг за друга, поддерживать друг друга. Есть такие, знаете, времена и обстоятельства. Поэтому, когда будем молиться в этой краткой молитве, можете выйти, подойдут братья, поддерживать. Вместе помолитесь, чтобы Господь дал ревность и эту благодать нам достичь, чтобы в наших служениях, в наших мероприятиях, семьях мы видели Божью благодать. И мы держались этой благодать. Это самое ценное служение. Благодать не только спасает, благодать Божия исцеляет, спасает, знаете, освобождает. Божья благодать, она делает очень много дел в жизни христиан, много людей спасаются через Божью благодать. Поэтому давайте склоним колени и будем молиться. Если кто имеет еще нужду, можете выйти. Еще вкратке помолимся. Божья, Господь. Тебя и превосносит Твоё имя Святое. Господи, благодарный Тебе, благодарный Господь. Боже, у нас несколько минуток, но мы верим, что Ты здесь. Мы верим, Господь, что Дух Святой здесь. Мы верим, что Твоя святая кровь, она по сегодняшний час сильна омывать всякий грех, который мы исповедуем, который мы приносим при лице Твоем. Господи, я молюсь за народ весь. Господи, может быть, кто-то утратил веру, может, кто-то чувствует сегодня одиночество, может, есть такой период времени, когда человеку тяжело. Господи, мы пришли при лице Твоем, молясь Тебе, молясь друг за друга, благодаря Господа Иисуса Христа за оправдание, за спасение и за прощение. Аллилуйя! Господи, пройди от сердца к сердцу в этом собрании. Может быть, кому-то, Господь, тяжело, может, кому-то, Господь, тоскливо, и нет, Господь, подъема духовного. А воочи! Аллилуйя! Господи, может, нет того, Господь, а воочи, его огня в молитве. Может быть, Господь, а воочи, пришлось где-то упасть. Получилось так, Господи, подобно Давиду, а воочи. И сегодня, и, казалось бы, и служил бы. Но Господь не принимает жертвы. Не принимает, потому что нет радости. Потирался, а воочи, потирались отношения с Господом, кроме Нефрайда. Нет радости спасения. Нет, Господь, Духа Святого, радости. А воочи, возврати, Господи, народу эту радость. Возврати, Господь, а воочи, Дух Святой, Каламана Фрайда. Может, Господь, огорчение пришло. Может быть, Господь, оскорбили, Святой Дух. Господи, пройди по стану народа Твоего и обнови Твой народ, Господь. А воочи, чтобы сердце было свободно, чтобы сердце сегодня горело, чтобы Дух Святой сегодня наполнял. А воочи, Дух Святой, излей свою силу. А воочи, Реминэшталамана Фрайда. Господь, дай сегодня дерзновение молитвенникам. Дай дерзновение служителям. Дай дерзновение, Господь, сосудам Твоим. Дай дерзновение, Господи, ходатайствовать за народ. А воочи молиться за народ. Приносить народ пред лицо Твое, Господи. В те, которые сегодня чувствуют одиночество. В те, которые проходят периоды. Господь, томление и печали. Может быть, Господь согрешили, и нету силы, Господь, подняться. О, Господь, сегодня, Боже, смотря, овощи на Твое величие, на Твою славу, на Твое клумение гласа действия и вера в то, что Ты здесь, Господь, соверши свою работу. Может, сегодня кто-то вместе с нами молится, Господь, через промую трансляцию. И зайди туда, Господь, в эти комнаты, зайди в те места, может, кто-то лежа на кровати вместе с нами молится. Во имя Иисуса прикоснись к таковым, а воочия наполни, Господь, таковых Духом Святым. Может, кто-то с верою молится, Господь, положи свой скипет милости через их веру, через нашу молитву. Дай исцеление, дай силу Духа Святого, а воочия, ремине фрайде, а воочия. Может, Господи, кто-то клумение фрайде имеет нужду в исцелении, Господь и здесь, и там, Господь, а воочия, там, где нас смотрят, Господь, прикоснись к Твоей исцеляющей силою и дай исцеление народу, а воочия, через веру, аллилуйя. Господь, прикоснись, Господь, и дай свою милость, а воочия. Я молю Тебя за нашу церковь, я молю Тебя за народ наш, за братьев, сестер, за взрослых, за старцев, за стариц, за молодежь, за детей, Господи, за служителей, Господь. Я несу к Тебе каждое сердце Божие, чтобы, Господь, мы ощущали Твое присутствие в наших служениях, в наших молитвах. Я молюсь, Господь, за всех, кто несет какой-то труд в церкви или за пределами, Господи, дай мудрости, дай силы, дай ведения, а воочия, чтобы народ не Господь не опускал руки, а наоборот, Господь с дерзновением совершал это служение при лицо Господа, служа людям, а воочия, благослови церковь Твою, благослови, Господь, чтобы они горели от Духа Святого, чтобы благодать была очевидна Твоя в сердцах наших, в семьях наших, чтобы благодать увидели другие, а воочия, чтобы люди, Господь, спасались, чтобы люди сегодня увидели, что на этих христианах есть благодать, Господа, есть сила Божия, есть власть, Господа, благословляю я именем Твоим, Иисус, народ Твой, Божие, может, сегодня у кого-то нету сил подняться уже, Господь, неверье подошло, может, кому-то ропот подошел, Господи, прости, дай силы подняться народу Твоему, зажги молитву народа Твоего, Господи, чтобы нам, Господь, взять, Господь, просто возревновать, а воочия, возревнать о Господе, Господь, Ты живой Бог, Ты не меняешься, Ты, Господь, не изменился, мы меняемся, Господи, порой время, Господь, а воочия, оно приходит к нам, и мы, Господь, меняемся, и мы ослабеваем, но Ты сказал, а воочия, приходите ко мне все, труждающие, обремененные, и я успокою вас, Господи, молю Тебя за народ, молю Тебя за наш город, молю Тебя за наш, Господь, страну, молю Тебя, Господь, за власти, молю Тебя за церкви, молю Тебя, Господь, да будет Твоя благодать в каждой семье, в каждой церкви нашего района, нашего города, нам нужен Дух Святой, нам нужно примириться с Духом Святым, нам нужно объединиться с Духом Святым, Господи, прости нас, где мы, Господь, огорчили Тебя, где мы, Господь, отдалились от Тебя, я молю Тебя и прошу, Господь, прости, и также за эти нужды, Господи, те нужды, которые сегодня я прочитывал, где братья и сестры писали эти нужды за спасение, молим Тебя, дай ответ, Господь, на эти нужды, Господи, за исцеление, яви Свою милость за исцеление, сестра, Господь, благодари Тебя, что Ты ее ведешь, слава Тебе, она видит Тебя, она чувствует Тебя, Господи, сестра, прости за своих детей, которые будут уезжать в дорогу дальнюю, благослови, Господь, пройди, Господь, по этому пути, милостью, охраною, защитой Твоею, и ту, Господь, овоочи семью, где, Господь, Господь, сестра дошла в вечность, где, Господь, остались детки, Господи, без мамы, где, Господь, трудно, может быть, смириться сегодня, но, Боже, просим Тебя, поддержи эту семью, поддержи, Господь, этого мужа, поддержите их деда, Господи, там, где горе, мы просим Тебя, вмешайся, Господь, в эту семью, поддержи эту семью, авоочи, аллилуйя, поддержи, Господь, этих деток, мы не знаем этой семьи, взрослые там или дети маленькие, но Ты поддержи, авоочи, репи, камана, штал, берегейся, лорами, с кемене, алфарами, с кемене, фрайда, Дух Святой, кайду, с кемене, глайда, поддержи, ты лучший, авоочи, авоочи, ремене, глайда, утешитель, ты знаешь, как утешить скорбящих, ты знаешь, как помочь, к ремене, глайде, больным, ты знаешь, Господь, как излечить раны, авоочи, поддержи таковых, Господь, несем к Тебе эту нужду, Господи, и все наше собрание, мы благословляем, Господь, именем Иисуса, и ныне распусти нас с миром по нашим домам, когда мы пойдем и воскресное служение, благослови, когда мы придем, чтобы мы пришли подготовленные, подготовленные молитвенно, авоочи, чтобы наше сердце было открыто, подготовлено, Господь, чтобы мы принесли жертву, а жертва была угодна, Господу, благослови, наш Господь, расход, благословляю, именем Иисуса, каждое сердце, Тебя благодарю и славлю, Бог, Отец, Сын и Дух Святой, аминь. Отче наш, Господь, на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веке. Аминь.